Для тех, кто дома. Семейная программа. Политика нашей державы вызначена. По мягчимости детям шукают новую опекунскую и приемную семью. Створаются для них и детячие вёски, и городки семейного типа. На сегодняшний день в Беларуси працуют три СОС детячие вёски – Бараулян, Могилёв и Марина Горка. Международная организация уже 25 годов тесно супрацовничает с державными органами и притулками. Про работу, про клопоты, про радости поговорим сегодня с нашими гостями Татьяной Буровой, наместником генерального директора Международной громадской организации СОС детячие вёски, и Паулом Казюком, директором СОС детячие вёска Могилёв. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, конечно, в преддверии 25-летия, которое вы будете отмечать 19 декабря, вот сегодня можно уже подводить некие итоги работы, может быть, смотреть назад и что сделано в СОС детской деревне, смотреть вперёд и тоже делать какие-то планы определённые. 25 лет вашей организации – это много или мало, Татьяна? Ну, знаете, смотря, от чего делать точку отсчёта. Если смотреть, что, в принципе, 25 лет организация существует Республики Беларусь, то это много, потому что за 25 лет уже много чего успели, много чего достигли, и наработан какой-то очень серьёзный опыт. С другой стороны, если смотреть, то 25 лет – это очень мало, потому что ещё столько всего хочется сделать, столько всего хочется внедрять в практику, достигать каких-то новых высот, дальше работать в сфере оказания помощи детям и их семьям, и, наверное, это всё-таки мало. Если говорить о том, как организация вообще развивалась, то мы же, на самом деле, очень маленькая часть большой организации международной, которая работает в 134 странах мира, и, конечно, опыт, который накоплен в других странах, потому что международная организация работает не 25 лет, а уже более 60 лет в мире, то, конечно, и опыт очень большой, и можно использовать этот опыт в практике, и мы стараемся внедрять опыт в практику. С другой стороны, уже в Беларуси накоплен тоже достаточно серьёзный опыт, особенно в области каких-то новых подходов, инновационных проектов, и этот опыт тоже распространяется на международную организацию. Мы, наверное, считаем, что мы ещё такие, мы подростки, которые… Ну, впереди у вас очень много всего, что нужно сделать именно для того, чтобы сделать максимально комфортным, может быть, пребывание ребёнка в семье, тот ребёнок, который, может быть, ему нужно чуть больше внимания, чуть больше тепла. Да, ну, это моё мнение субъективное, да, и всё-таки как развивалась организация, ведь понятно, что если вы оглядываетесь и смотрите там 20 лет назад, 25 лет назад, только-только начинали, а что это такое, что за СОС детская деревня, что, как это всё будет, кто-то верил в этот успех организации, кто-то не верил. И, тем не менее, время показывает, что вы выбираете, вы набираете оборот, вы выбираете новые формы работы, направления работы. Классически, когда организация только-только начинала свою деятельность, то действительно фокусом была только долгосрочная опека. Это оказание помощи детям, сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей через воспитание в СОС семьях. И изначально самая первая деревня, СОС детская деревня Боровляны, она была как раз в таком классическом формате работы, когда были СОС семьи, когда мамы, СОС мамы заботились о детях. Но уже тогда можно было сказать, что уже тогда люди, которые стояли во главе организации, которые начинали это дело, которые верили в успех организации, думали, как ещё помочь. Потому что буквально через год деятельности СОС детской деревни Боровляны, там открылся социальный центр матери-ребёнка, который помогал как раз-то деткам, у которых есть онкогематологическое заболевание, и их семьям справиться с этой бедой. То есть нельзя сказать, что уже и тогда организация занималась только воспитанием детей-сирот. Но до 2004 года всё равно фокус внимания был всё-таки долгосрочной опекой СОС семьи. А вот уже начиная с 2004 года стали больше и больше внимания оказывать биологическим семьям, родным семьям ребёнка. Как помочь сохранить эту родную семью для ребёнка. Как предотвратить момент, когда ребёнок теряет свою семью, потому что на самом деле это же очень важно. Какая бы ни была хорошая замещающая семья, какая бы ни была хорошая вторая мама или второй папа, всё равно родные родители ближе. Всё равно ребёнок хочет быть с родными родителями. И, конечно, это очень важно, сохранить эту родную семью для ребёнка и помочь ей справиться с теми сложностями, которые у семьи есть. И тогда начали развиваться проекты по укреплению семьи, профилактике социального сиротства. Потом постепенно добавились, начиная с 2006 года, добавились проекты по сотрудничеству с государственными учреждениями образования, с детскими садиками, со школами. Для того, чтобы всё-таки помочь и учителям, педагогам, родителям, деткам самим во время учебного процесса, когда есть какие-то сложности, как с этим справляться. Потом постепенно посмотрели, что необходимо делать ещё что-то большее, потому что есть ситуация острого кризиса, когда нужно более интенсивно реагировать на ситуацию. И тогда появился приют для женщин с детками, которые страдают от домашнего насилия. Тогда появился приют для молодых мам, которые не совсем знают, как справиться с новорожденным ребёнком. Или в силу ряда других причин есть риск того, что они могут потерять этого ребёнка. Потом начали думать, как ещё возможно помочь, какие ещё есть проблемы. И тогда совместно с Могилёвским областным исполнительным комитетом появилась идея о том, что необходимо помогать замещающим семьям, усыновителям, приёмным семьям, детским домам семейного типа. То есть постепенно анализируя ситуацию, разговаривая с партнёрами, разговаривая с самими семьями, мы смотрим, какие ещё дополнительные услуги могут быть оказаны. То есть вы держите руку на пульсе? Да, постоянно идёт анализ, мы постоянно стараемся встречаться и с государственными структурами, и с другими партнёрскими организациями, с семьями для того, чтобы посмотреть, чего не хватает. Потому что очень много делается в нашем государстве, но не всегда хватает сил. Да, и, кстати, на законодательном уровне вы тоже очень много чего привносите нового, к вам прислушиваются, и это большого стоит. Ну да, я думаю, что на данный момент уже действительно накопили такой опыт, когда мы можем с какими-то предложениями выступать и выходить, в том числе и для некоторых изменений в законодательстве. И много чего в законодательстве уже было изменено в области охраны детства. Хочу про Могилёв поговорить. Павел, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какие там, может быть, особенности работы СОС детской деревни в Могилёве? И вообще, можете ли вы говорить о том, что каждая СОС деревня, она чем-то особенна? Ну, учитывая, что везде есть люди, а все мы разные, значит, и все мы какие-то особенные. Ну, детская деревня Могилёв, ну, на мой взгляд, она обычная, но кто-то, когда приезжает со стороны, говорит, что она какая-то особенная. Вот, но мы рассматриваем детскую деревню уже как большую программу. Большую программу или как центр поддержки семей. И в самой детской деревне проживает 8 семейных пар, как Татьяна говорила, СОС семей. У нас две семейные пары среди этих семей есть. Это как бы для СОС детских деревень Белоруссии это такое необычное формирование, когда есть и папа, и мама. Ну, помимо этого, у нас есть социальный кризисный центр, где, Татьяна уже сказала, жертвы домашнего насилия. И несовершеннолетние матери, и семьи, которые рискуют потерять своего ребёнка в силу различных причин. И три года назад появился такой проект «Школа родителей». Вот, потому что если рассматривать все-все детские деревни Белоруссии, то есть я, а их всего 5, 3 детских деревни СОС и 2 государственных в Кобрине и в Минске, ну, в Минском районе, то там всего 500 детей. А детей, нуждающихся, вообще проживающих в семье, в семьях замещающих, более 18 тысяч. То есть, в принципе, детские деревни с этой точки зрения капля в море. Капля в море, да. Вот, но проблематика, все те, как бы, нужды, все те вопросы, которые встают во время воспитания таких детей, вот, они похожи. А вот чем отличается проект «Школа родителей»? Я знаю, что вы, так скажем, зачинатель вот этого проекта, вы, да? Не я зачинатель, да, но я, как бы... Реализатор. Да, реализатор, да. СОС детской деревни Могилёв реализуется этот проект, потому что 550 семей замещающих в Могилёвской области, более 550, вот. И им всем надо решать вопросы воспитания детей. Дети имеют... Каждый ребенок имеет свою индивидуальность. Вот. Как справиться с трудностями, которые встречаешь, или, наоборот, как порадоваться маленьким успехом, вот. Это надо тоже научиться. И поэтому проект «Школа родителей» — это специалисты, которые помогают родителям и воспитателям замещающих семей. Какие специалисты? Быть квалифицированными, да, профессиональными родителями. А какие специалисты? Психологи, педагоги-психологи, их не так много, всего 5 человек. Если рассматривать «Школу родителей» только. Вот. Но вообще СОС «Детская деревня», если смотреть СОС «Семья», это как экспериментальная площадка. Там есть родители-воспитатели, которые прошли подготовку, отбор. И мы на нашей базе можем, скажем так, такое слово скажу, откатывать различные технологии. А потом внедрять их и предлагать своим партнерам. То есть вот такая апробация происходит, да, проекта, и далее она уже идет в жизнь и предлагается другим СОС «Детским деревням», и не только, наверное, да? Ну, у нас просто возможность есть пилотировать какие-то подходы, да. И, конечно, тот опыт, который был наработан вот в области подготовки СОС родителей, да, СОС мам, конечно, вот сейчас на данный момент мы в Могилевской области его отрабатываем, потому что кандидаты в родители-воспитатели детских домов семейного типа по совместному договоренности с Могилевским облсполкомом у нас проходит практическое обучение для того, чтобы все-таки усилить потенциалы компетенции. Вы знаете, я почему-то думала, что, потому что приходили к нам на эфир в гости мамы ваши, да, СОС «Детских деревень», и я почему-то думала, что все мамы проходят какой-то определенный отбор. Наши? Да. В каждой стране есть свои стандарты. То же самое есть и в нашей стране. В нашей стране есть стандарты обучения родителей, воспитателей, государственные. В СОС стандарты немножко другие. То есть у нас наши СОС-мамы, они проходят государственное обучение по всем государственным стандартам, и плюс к этому еще дополнительное определенное обучение в соответствии с СОС-стандартами. И это обучение, оно постоянное, оно идет очень интенсивно в течение первых двух лет, и потом как бы вот оно все равно еще есть еще текущее обучение. Есть какие-то дополнительные параметры, дополнительные критерии, дополнительные модули тренингов. И вот сейчас вот эти модули дополнительные, они внедряются вот в Могилевской области для государственных приемных семей детских домов семейного типа, то есть не только для СОС мам, но и для родителей-воспитателей, которые будут работать в детских домах семейного типа. И это тоже как бы такая площадка, где мы можем опробировать опыт, а не всегда у государственных структур есть возможность опробировать новый опыт, потому что все-таки это более жесткие рамки, мы более гибкие в этом отношении, мы можем привносить новые технологии, потому что у нас есть возможность перенимать опыт, который уже был откатан в других странах, показал себя. Например, вот в настоящее время в детской деревне Могилев находится детский дом семейного типа, государственный, трехсторонний договор, работодателем родителей-воспитателей является райисполком города Могилева, Октябрьский, вот, а расположен он на нашей базе и пользуется всеми сервисами, которые есть у нас в деревне и услугами специалистов. Вот такой получается трехсторонний тандем. Скажите, пожалуйста, а вот, конечно, вот вдруг вот те люди, которые сейчас дома и по разным причинам, кстати, мамы приходят к вам мамами работать, да, я не хочу это употреблять слово, потому что я встречалась здесь в этой студии с мамами, которые просто, они не разграничивают как-то мой ребенок, твой ребенок. Они стараются максимально вот приблизиться к ребенку, почувствовать ребенку, дать вот это тепло и ласку ребенку. То, что я видела здесь в студии, детки постоянно жмутся к маме, кто-то держит маму за руку, кто-то заглядывает в глаза, кто-то ждет одобрения, что я правильно сказала тете-журналисту. Это люди большого сердца, на мой взгляд. Но ведь не каждый человек может быть полезен в качестве мамы у вас. Кто это должен? Потому что желание может возникнуть у любого человека, кто, может быть, где-то себя, вот приходила одна мама, она не реализовала себя в жизни как мама, но у нее очень много было такой энергии материнской, тепла, всего хорошего, что она с удовольствием с этим делится с детками в СВС детской деревни. И это прекрасно, что она взяла такую ответственность на себя и пришла к вам. Знаете, я не говорила бы, наверное, фразу, что не каждый может быть полезен. Полезен может быть каждый человек в той или иной сфере, в то или иное время для того или иного ребенка. Вопрос в том, что, ну да, конечно, в организации есть достаточно жесткая система отбора кандидатов в родители-воспитатели. Потому что это же не работа, ну вот в чистом виде. Ты не можешь в 6 вечера сказать, дети, я заканчивала свой рабочий день, и поэтому дальше вы занимаетесь сами собой. Это действительно жизнь. И не каждый человек может поменять столь глобально свою жизнь, потому что все-таки у каждого уже накапливается какой-то свой персональный опыт личный, какие-то свои привычки. И ты должен перестраиваться, ты должен создать такую атмосферу, чтобы, во-первых, все дети чувствовали, что они в одной семье, чтобы хватало сил на каждого ребенка. Это сложно. Это на самом деле сложно, и это очень серьезный труд. Это труд, который даже невозможно назвать просто трудом, потому что это образ жизни. Это что-то другое, правда. А вы знаете, конечно, прекрасно, когда есть мама и папа. Но чаще всего я вот, например, встречала, ко мне приходили, во всяком случае, гости, только мамы. Но ведь прекрасно, когда есть и мама и папа, да, и когда супружеская пара, например, берет на себя ответственность прийти в СС детскую деревню и сказать, мы сможем или мы хотим, мы этого очень сильно желаем. И это прекрасный пример для ребят, что есть взаимоотношения партнерские, есть взаимоотношения в семье, есть такая, ну, вот семья-семья, где папа, мама и много детей. Вот как вы считаете, это же прекрасно, когда будет еще больше вот таких мам и пап, чтобы были... Конечно, это прекрасно. У нас, на самом деле, в стране созданы все возможности для того, чтобы люди, которые хотят быть приемными родителями или хотят воспитывать ребенка, они могут это сделать. И у нас нет ограничений для того, чтобы, например, только мамы могли это делать. А к вам вот приходят в СС детскую деревню, семьи, они тоже предлагают, вот мы с семьей хотим... Иногда, да, да. Ну и в Могилеве у нас есть две семьи, которые работают, как бы... Да, но в настоящее время вообще, ну, как есть... Не обязательно же работать в СС детской деревне, если ты хочешь помочь ребенку, да. То есть, если есть такой порыв, это можно обратиться в органы опеки, вот, получить консультации, да, обучение и опекать ребенка, вот. Важно, наверное, здесь бы было рассмотреть так то следующее, что для того, чтобы воспитывать ребенка, ребенка, скажем так, в какой-то период, который чужой, надо как бы услышать себя еще. Услышать себя и услышать свои истинные мотивы. Потому что есть, когда мы идем за своими эмоциями, идем за каким-то, возможно, даже проблематикой в самом себе, когда мы что-то не реализовали и думаем, что здесь реализуем. Вот. А надо как раз-таки сначала стать счастливым, а потом делать счастливым ребенка. Какая хорошая фраза, да. Наверное, так. Вот. Поэтому и важно, почему вот и на базе детской деревни у нас есть такое совместное договоренность, что диагностику и какие-то первую неделю попробовать, что такое, можно, находясь рядом с семьей, замещающей. Вот. Чтобы действительно понять, истинный у меня мотив или нет. Еще раз как бы повторюсь, мы иногда идем на волне какой-то своей эмоции. Вот. И это один из первых этапов определиться, хотим мы быть замещающей семьей. Ну, то есть хотим мы стать профессиональным родителем. Почему профессиональным? Потому что помимо... И сможем ли? Да. Это не так просто. Вот. И поэтому, вот вы как сказали, вот по мне так, наверное, хорошо, когда люди в первую очередь слышат и берегут ближнего. Тогда будет счастье. Вот. Тогда, может быть, придет время, когда не надо, будут замещающие семьи. Но на сегодняшнем этапе мы имеем то, что имеем. Давайте будем слышать друг друга. Это хороший момент. Для этого партнеры у нас есть. Они молодцы. Мы поговорим и про партнеров, в том числе. Мне хотелось бы еще сделать один акцент, что вы берете, подхватываете ребенка, окружаете его всеми благами, показываете, что такое семья, что есть в семье обязанности, и что есть очень много чего, что ты должен обязательно сделать. Ты должен слышать друг друга, да? Потому что ты не один в семье. Это, опять же, очень важный навык, не только мои интересы. И очень важно еще, что вы не... Ну, я не хочу это слово говорить, бросаете, да? Но вы не оставляете подростка или молодого человека. Я знаю, что вот у меня были примеры. Опять же, к нам в студию приходили молодые люди, которые уже создали свою семью. И они рассказали, что мы можем в любой момент приехать к нашей маме. Мы можем в любой момент остановиться в молодежном центре. Например, это в Боровлянах, насколько я знаю, да? В Минске. В Минске. То есть очень много возможностей, и всегда ребенок может прийти к вам по любому поводу. За советом, за помощью, за еще чем-то. Ну, понимаете, это же... Ну, это как в любой семье. Вы же не сможете отказаться от ребенка только потому, что ребенку исполнилось 18 лет. Или потому, что он уехал в другой город. Ребенок все равно будет звонить маме, не знаю, сестрам, братьям. Если нужна помощь, то он будет обращаться. То же самое у нас. Конечно, дети знают, что их ждут. И они приезжают, и они очень часто сами выступают с инициативой. Это очень приятно, когда они сами предлагают помощь какую-то. Даже те, которые очень выросли. И у нас есть очень хорошие примеры, когда наши выпускники уже сами являются волонтерами и помогают детским домам. И помогают ребятам в детских домах. И стараются сделать какие-то праздники для тех деток, которым не совсем так повезло. И они не имеют собственной семьи. Или замещающей семьи еще не успели получить вот эту вот заботу о замещающей семье. Это вопросы общие. А мне так хочется сказать, да, вы так нас идеализируете. А в силу того, что вот сейчас мы как раз в Могилеве общаемся с этим... Там более 50 сейчас детских домов семейного типа в Могилевской области. Вот. И такие есть детские дома семейного типа, куда дети уже повырастали. Они приезжают. И тяжело там вообще провести линию, где там биологические. Где там, скажем так, дети где-то. Дети были приемные. Они становятся все похожи друг на друга. Поэтому это, наверное, все-таки зависит даже не больше никак не от системы, а от людей. Вот. Про людей, про тех людей, которые приходили тоже к нам. Замечательные люди. Не знаю. Это те люди, которые просто живут в вашей СС детской деревне. Хочу отметить и Татьяну Фомичеву, и многих других. Татьяна Бабейкина. И могу, может быть, и позабуду кого-то, но тем не менее, это те люди, которые живут в СС детской деревне. И постоянно мне звонят и говорят, вот давайте, у нас такой прекрасный проект. А у нас лето началось. Давайте расскажем, как мы лето проводим. Вот такие у вас люди. Вот мое мнение такое, что вообще в сферу охраны детства очень редко попадают люди, которые не живут этой темой. Это не только в СОС. Да. Это вообще. И люди, которые не совсем готовы работать в этой сфере, они очень быстро уходят. Они, ну, потому что либо ты начинаешь этим жить, либо ты понимаешь, что это не совсем твое. И, ну, наверное, более комфортно быть в другом месте. Нам, да, нам повезло. Но точно так же я знаю очень много хороших организаций, очень много государственных центров, где работают очень большие энтузиасты. Такие же люди, правда. Которые готовы отдавать свое тепло, свою жизнь, какие-то дополнительные моменты радости для детей. И мы очень много общаемся с партнерами, и у партнеров тоже есть люди, которые горят этой идеей. Да, нам повезло, но таких людей очень много. И в этой сфере работают всегда обычно все-таки такие люди, которые этим делом горят. Даже вот если бы вас не интересовала эта тема, да, и вы не болели, скажем даже так. В хорошем смысле слова, правда. Да, то сейчас бы не вещалась бы эта тема, и люди бы не думали об этом, да. А вот сейчас, наверное, энергетика объединилась во многих. Люди делают очень много, это правда. Это взаимно, Павел, вы просто почувствовали. И все-таки о партнерах. Вы, когда пришли ко мне, говорите о том, что, вы знаете, мы очень хотим сегодня сказать и отметить тех людей, которые всегда рядом с нами. Да, потому что на самом деле все то хорошее, что есть в организации, наверное, невозможно было бы сделать и невозможно было бы достичь тех результатов, которые у нас есть, если бы не было бы партнеров. Потому что партнеры, это и возможность получить новые идеи, это и возможность создать что-то очень хорошее, что будет работать на благо детей. Это возможность получения дополнительных ресурсов, потому что мы можем объединить свои небольшие ресурсы, их небольшие ресурсы, и получить что-то такое очень достаточное в количестве ресурсов для того, чтобы делать какую-то идею. И даже какая-то, ну, вроде бы не финансовая составляющая, но когда партнеры могут продвигать идею, перенимать опыт и дальше продолжать эту деятельность. Когда вопросы, допустим, того же изменения в законодательстве, когда люди объединяются для того, чтобы улучшить законодательство или улучшить практику работы, это очень много значит. И мы, правда, очень благодарны партнерам и государственным структурам, с которыми мы работаем, и министерству, особенно министерству образования, с которым мы работаем, и департаменту гуманитарной помощи, потому что они много чего помогают. И у нас есть очень такой хороший партнер Белтелерадио-компания, которая очень много для нас делает и в Могилевской области, и в городе Минске, и много очень хороших передач и роликов, и каких-то информационных мероприятий делается благодаря Белтелерадио. И сегодня мы особо, наверное, хотели бы отметить вас, Татьяна, потому что у нас с собой есть сертификат друга, потому что на самом деле очень много всего делается, и мы хотели бы прямо сейчас вручить вот в эфире этот сертификат вам за ваш неоценимый вклад и за ваше сердце. Потому что на самом деле умение достучаться до слушателей, у вас всегда получается это во время передач, это такой, ну, очень такой хороший талант, который нужен журналисту, особенно журналисту, который работает в сфере детей. Дети это, ну, на самом деле это лучшее в нашей жизни, потому что именно они будут менять этот мир к лучшему, поэтому спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо вам, ну и, конечно, то, что и вот взаимно, да, вот как сказал Павел, сегодня у нас такая энергетика, энергетика поддержки, энергетика, может быть, необходимости говорить о теме, теме детства, охраны детства. Потому что то, что стоит за нашими плечами, плечами взрослых, это маленькие дети и даже взрослые дети. Счастливого детства, да? Счастливого детства, да. И очень хочется, чтобы каждый ребёнок его услышали, его увидели, его прочувствовали, ему отдали кусочек тепла своего. Это так важно, потому что те детки, которые приходили сюда, я видела, что им повезло, вот, да, то, что я видела. Я знаю, что очень много таких людей, да. Это очень важно для каждого ребёнка. И если каждый взрослый человек, неважно, это замещающий родитель или родной родитель, сделает хотя бы один шаг навстречу ребёнку, то всем детям станет жить всё-таки лучше намного. Ну что, шановные сябры, про СОС «Дитячая вёска», про работу, про клопоты, про радости, про детства сегодня говорили мы с нашими гостями. Татьяна Бурова, наместником генерального директора Международной громадской организации СОС «Дитячая вёска» и Паулом Казюком, директором СОС «Дитячая вёска Могилёв». Ну а я, Татьяна Гулейко, развитываюсь. Бережите себе и своих близких.